Девушки отдыхают Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги, вы в студии передачи «Что делать?», я ее ведущий Виталий Татяков, обсуждаем проклятые вопросы русской истории, русской современности, иногда проклятые, иногда просто острые. Сегодня очень важный вопрос на нашем обсуждении, крайне обширный, вопрос о взаимоотношениях политических и всяких других столиц и регионов, столиц и провинций в России. Первый вопрос будет звучать так, для короткого ответа каждого, с небольшой преамбулой. Ну, телезрители нашей программы, люди крайне умные, рафинированные, я бы сказал, умные. Но, возможно, они не заметили такую тенденцию, очень интересную, которая меня всегда заводит на такой интеллектуальный подъем. В 20 веке, ну, после того, как царская династия перестала править в России, ни один официальный лидер страны, как бы он ни назывался, не был рожден в столице, не был москвичом. Ленин, извините, Керенский, Симбирск, Ленин, Симбирск, Сталин, Грузия, Хрущев, ну, некоторые промежуточные фигуры я опускаю. Там князь Львов возглавлял временные правительства на одно время, или там были еще в советское время промежуточные фигуры. Итак, Хрущев с Украины, Брежнев с Украины, Горбачев из Ставрополья, Андропов до того из Карелии, из Сибири Черненко, Ельцин из Свердловска, с Урала, Путин из Питера. Из второй столицы, но все-таки не из столицы, из прошлой столицы. Вот мой первый вопрос. Это, по крайней мере, говорит о том, что будущее России, это всегда провинция, потому что всякие будущие линии России по этой тенденции обязательно не москвичат. Вот это случайность, или здесь прослеживается какая-то закономерность? Если какая, то коротко ответьте, а дальше мы начнем активную дискуссию. Михаил Константинович. На мой взгляд, это проявление случайности, которая со временем перешла в некую историческую закономерность. Закономерность, на мой взгляд, проявилась в том, что представители лидирующих политических элит, которые умели, так сказать, обставить, если хотите, обыграть представителей столичной элиты, более трепетно, более остро воспринимали проблематику страны, чем это она могла видеть, скажем, из столицы. В этом смысле... Это важный показатель тогда. Это очень важный показатель, и в этом смысле, вы, наверное, абсолютно правы, в этом проявляется историческая закономерность. Но то, что это были одни люди, большей части, скажем, из Украины, а кто-то в последние десятилетия из Уральско-Северского региона, вот в этом смысле, конечно, случайность. — Николай Владимирович, Ваш ответ. — Ну, историки многие обращают внимание на то, что в гигантских, достаточно рыхлых империях практически так всегда и бывает. То есть лидер приходит откуда-то со стороны... — В том числе и потому, что, приходя откуда-то в столицу, этот человек имеет мощный запас энергии, в этом смысле превосходит по своим, но, кумулятивным, что ли, способностям и желанию рваться вверх и вперед очень многих представителей местного изнеженного... — Пассионарность, пассионарность, как сейчас. Разнеженная столичная элита, геронистически настроенная, и пассионарная личность из провинции, которая... — И я думаю, если мы сейчас посмотрим вокруг, то мы придем к выводу, что вряд ли и следующий лидер страны будет откуда-нибудь из московских эшелонов. — Я хотел этот прогноз дать в конце нашего первого круга. Да, это такой очень печальный прогноз для многих-многих московских начальников. Им не суждено в этой стране никогда стать президентами, но это... Ладно, да, Оксана Дмитриевна. — Я бы сказала следующее. 20-й век — это век острейших социальных, экономических и политических потрясений и трансформаций. И победа в таких, такого рода столкновениях всегда на стороне тех, кто действительно обладает энергией, пассионарностью. — В династии Романовых правила более 300 лет, и не случайно когда-то Вильфередо Паретто написал, что история из кладбища аристократий. Неизбывная и неизбежная судьба любой длительно правящей династии — это упадок и неспособность защитить свою власть. Поэтому приходят молодые провинциалы, одержимые жаждой власти. — Максим Анатольевич. — Я считаю, что это точно совершенно закономерность. Но дело в том, что, как правило, формирование-то у них все равно у большинства происходило. Именно или в столице, или во второй столице. То есть, вот сейчас, даже если посмотреть на правительство, МГУ. Хотя, в общем, там не так много москвичей, если совсем нет. Нет, кто-то есть. — Ну, да, карьера лидера, карьера человека, который становится лидером — это отдельная тема. Понятно, что он какие-то столичные университеты где-то должен. — Безусловно, да. — Система образования в всех странах является влиятельным каналом рекрутирования лидеров. — Ну, это да, это уже... Вот. И поэтому неизбежность того, что рожденный в провинции переедет в столицу, либо в раннем возрасте, либо пройдя какие-то этапы карьерной лестницы по различным регионам. — Как правило, в одном регионе не получается. То есть, по-разному. Это можно посмотреть тоже. У большинства, конечно, есть исключения. Вот. Но если, как бы, отталкиваться от того, кем он стал, и пройти путь назад, то он будет очень извилистым. И это тоже подтверждает тезис о пассионарности, активности, сумасшедшей энергии, держать удар. Это, по-моему, у Зощенко в одном из рассказов, извиняюсь, но я цитирую, извиняюсь за неприличное слово, «Дерьмо буду жрать, но добьюсь своего». Как раз про провинциалы, приехавшего в столицу. — Хорошо. Ну вот, один из редких гостей в этой студии. У нас всегда умные люди, я имею в виду гостей этой передачи. Но почти никогда нет людей как раз вот из этой самой провинции. К сегодняшнему разговору Юрий Григорьевич Волков из Ростова-на-Дону приехал. Отдельному спасибо. Я надеюсь, что вы провинциалом себя считаете, что вы будете спорить с этими представителями столичной изнеженной жизни. — Ну, пока нет предмета для спора. Мы обсуждаем сейчас лидеров 20 века. И в 20 веке разница такой между столицами, там, Санкт-Петербург и Москва, и провинции, она была не столь больша, как на сегодняшний день. И поэтому, я думаю, не город, не столица определяла в то время, кто будет лидером, а личные качества тех или иных людей, а также та система, которая работала. Ну, допустим, КПСС. Поэтому вот в 21 веке... — То есть, какая сложилась в стране система формирования элиты и поиска лидера, вот та и давала эффект? — Да, но не номенклатура, которая очень сильно работала и цементировала партию и все наше общество, она давала результат. — Ну, хорошо. Вот этот чисто начальственный, самый высокий начальственный срез мы затронули. Это очень интересная тема и, возможно, отдельная. У меня, кстати, другая гипотеза. Я думаю, что здесь подсознательное действие всех элит страны. Они не хотят доверить власть в целом России человеку, который обладает и властью самой столицы, в Москве. Такое удвоение власти опасно очень для всех остальных, поэтому любой, но не москвич. — Сохранение. — Да. Но все-таки поговорим о взаимоотношениях провинции и столицы в нашей жизни, может быть, в первую очередь политических. Есть для этого основания, поскольку те, кто здесь присутствует, были авторами и руководителями больших исследований социологических. Вот самые влиятельные люди России 2003 года. Оксана Гаман возглавляла это исследование. Тут по всем регионам, вот эти списки этих самых влиятельных людей, элит, можно проследить, как они влияют на политику страны в целом. И еще вот один я вопрос поставлю, скорее, чтобы окончательно зажечь дискуссию, и дальше буду в основном вас слушать. В политологии, в социологии существует такая традиция считать, что так, как голосует Москва, так через четыре года к следующему избирательному циклу проголосует вся страна. И мы видели, что Москва всегда голосовала либеральнее, чем вся страна и страна. И, казалось бы, так и должно произойти. Москва лидер, она впереди, за ней подтягивается вся страна и страна. Но как раз на последнем избирательном цикле мы видели, что полностью это было сломано. Так вот, что все-таки, кто движет Россию в целом? Провинции с ее интересами и с ее лидерами, соответственно, с менталитетом этих лидеров, этих людей? Или столичные жители, столичная элита? И кого, кстати, соотношение сознания столичной элиты, столичных жителей простых, региональная элита, региональных простых людей и между ними? Пожалуйста, полная свобода дискуссии. Да, Максим, пожалуйста. Тут есть несколько интересных моментов. Вообще, последние выборы сломали не только эту тенденцию, там много еще было других. И усиление левых тенденций тоже было сломано. Но... Да, одновременно. А здесь как раз подтвердилось бы, вроде бы. Вроде бы, да. Должно было подтвердиться, но тоже сломалось, вот тоже не получилось. И, ну, там и по другим парам, и по явке, и там много можно, как бы, посмотреть, и по демократичным, и демократичным уже регионам. То есть мы знаем, что республики были не бакать, потом вроде бы как пошла. А на последних выборах все опять пошло в ту... Тип голосования стал как в 93-м, 95-м году. То есть 99-й выпал. Вот. Это первый момент. Второй момент. А еще у нас ведь есть, вот, по взаимоотношению элит. У нас ведь практически... Ну, можно условно считать элиту, ну, как бы в третьем поколении. Вот москвичи в третьем поколении. А сколько у нас москвичей в третьем поколении? Сейчас... Сейчас уже, да, около четверти. Но вспомним... Около четверти населения Москвы, это москвичи в третьем поколении. Всего на все. А за последний, вот если посмотреть последний год, то есть эта четверть, она, в общем, наросла-то уже давно. И она держится на этом уровне. Вспомним вот 29-й, 39-й год. Что произошло с столичной элитой. От нее просто ничего не осталось. И там менее одной десятой, если я не ошибаюсь, осталось коренных москвичей. Вот. Поэтому вот у нас взаимоотношение столичных и нестоличных элит, оно очень специфическое. И до сих пор сохраняются, ну, как бы, связи с людьми, среди людей, среди семей, которые вот приезжали из других регионов в Москву. Поэтому вот так вот прогнозировать, что будет, очень трудно. Да, какое-то время был наезд вот Днепропетровцев. Помним эту ситуацию. На удивление, не было очень сильного наезда ни со Ставрополя, ни с Екатеринбурга. Хотя, и в Свердловской области, можно сказать. Хотя, в общем-то, достаточно много людей элиты все-таки оказались в элите благодаря своему... Вот сейчас, опять же, ломается тенденция. У нас появляется очень мощная питерская группировка в элите столицы. И вопрос даже не в первых лицах, а вот лица, которые вторые условия, правительство. Вот я уже говорил, что очень... И даже питерцы, не обязательно рожденные в Питере, а те, кто учились в ЛГУ, например, очень много. Это даже не обязательно чиновники, это вот люди, в том числе и культуры. В том числе и, ну, как бы такие политические деятели очень много. Так это что, это означает, что в конечном итоге не сознание жителей столицы, а сознание жителей регионов, провинции определяет будущее России? Нет, вот не совсем так. Эти люди приезжают в Москву. Да, вот, кстати, по провинству я уже говорил, МГУ многие заканчивали. То есть, приехали-то они из провинции, но сформировались уже, вот, как политики, как профессионалы, как чиновники уже в Москве. Поэтому вот говорить о том, что провинция формально, да, провинция заполняет и формирует. С другой стороны, совершенно неверно, потому что формирует-то как раз столица, Москва, все-таки. Михаил Краснодарский. Значит, федеральные выборы, это всегда, да и, наверное, региональные. Это связано с исходной позицией большинства. Большинство определяло и будет определять результаты любых выборов. Да, большинство в провинции. Так то, что произошло сегодня на выборах парламентских, президентских, связано с тем, что это большинство изменилось, трансформировалось. Чего не заметили ни левые, ни правые. Отсюда серьезные результаты проигрыша. Это большинство очень изменилось. Прежде чем, на этот вопрос отвечает вот этот доклад, который построен на базе Всероссийского социологического исследования. Кстати, так и называется, мегаполисы провинции в современной России. Не буду говорить, так сказать, о всех результатах, но главный вывод. Произошло выравнивание ценностных ориентаций за последние 3-4 года, идеологических предпочтений, структуры духовных потребностей, личностей, живущих как в мегаполисах, так и в провинциях. Вот эту усредненность, в хорошем смысле слова, вот это выравнивание, которое определяется понятием большинства, по данным наших исследований, это 60-65%. Сравните с результатами Путина. Вот вам социальная база Путина, которую он получил не только в столицах, но и в провинции. То есть это позитивный некий эффект реформы? Это позитивный эффект, поскольку он формирует, восстанавливает, вернее, даже не формирует, то разорванное пространство, духовно-психологическое, которое мы с вами имели в стране до середины 90-х годов, оно восстанавливается. Восстанавливались, оно формирует, если хотите, сходные установки, в том числе и политические. Мы начинаем одинаково думать, и нет, здесь ничего стыдного. И иногда говорят, вот что вы, так сказать, мы в мир единомыслия опять, не в этом смысле, не в мир единомыслия страна входит, а в мир взаимопонимания. Вот это разные вещи. Люди начинают из провинции, из столицы друг друга лучше понимать. Так что же здесь плохого? И в том числе выражать это и методом голосования. Ну у вас тоже какая-то совсем благостная картина, по-моему, сказала. Она не благостная, если речь идет вести о большинстве, Женя, вы сейчас о крайностях, которые очень серьезные, которые дают серьезные всплески. Вы говорили, так сказать, об элите, да, в начале разговора, так? Ну ведь половина элиты живет в Москве и в Санкт-Петербурге. Более 50% по нашим данным. Числено, числено. А остальные 50 распределяются на 87 субъектов Российской Федерации. Какая же тут благостная картина. А большинство бедного населения как раз определяется понятием большой и малой провинции. В Москве меньше бедняков, порядка 18%. В стране их 26%. Если позволите, я вернусь к вашему вопросу о моделях голосования в регионах. Александр, вернитесь только уже. Заодно так рассваиваю тенденции. Вот то, что отмечают многие, на что многие жалуются. Вот этот приход, массовый приход представителей военных и спецслужб во власти. Мелитократию, так называемую, складывающуюся. Ваши исследования по провинции подтверждают, как там генералы из спецслужбы. Выходцы из них как себя чувствуют. На губернаторском уровне-то многие действительно, а вот в массе. Дело в том, что одной из задач нашего исследования как раз было определение персонального состава региональных элит и динамики взаимодействия различных сегментов этой элиты. Что мы выяснили? Есть закономерности, характерные для всех регионов. Так, например, во всех регионах подавляющее большинство региональной элиты составляет то, что называются чиновники, бюрократы. От 70 до 90 процентов. Никуда от этого не деться. Вторая категория, которую мы условно определили как вольные стрелки или свободные художники, это представители СМИ, общественно-политических движений, партий и так далее. Что касается... Военных. Военных. Действительно, наше исследование выявило, что новацией последних трех лет является вхождение в состав влиятельных групп в регионах представителей региональных силовых структур. МВД, ФСБ, налоговая полиция и так далее. И что же показало наше исследование? Наше исследование показало, что тезис о засилии милитократии в России не вполне обоснован. Почему? Причина первая. Во-первых, большинство избранных бывших военных в качестве губернаторов совсем не обязательно являются лоббистами ВПК. Более того, совсем нередко оказывается, что боевой генерал с озвученной боевой биографией оказывается банальным ставленником олигархических структур. О покойных плохо не говорят, но из песни слов не выкинешь. Наиболее яркий тому пример это Александр Иванович Лебедь в Красноярском крае. Во-вторых, оказалось, что пришедшие во власть в гражданское управление бывшие военные не очень эффективны. По существу сегодня у нас 8 бывших военных стоят во главе регионов. И лишь один из них, да и только к концу своего первого губернаторского срока, это губернатор Московской области Борис Громов, продемонстрировал эффективность в качестве губернатора. Пройдя через череду очень сложных конфликтов с федеральными, московскими и муниципальными властями, он сумел консолидировать базу своей поддержки и вышел на выборы практически как без альтернативных кандидатов и набрал более 80% голосов. Но самое главное заключается даже не в этом. Самое главное заключается в том, что цифры о том, что у нас четверть всего гражданского корпуса госслужащих составляет бывшие военные, она действительно громкая. Но она характеризует скорее внешнюю сторону процесса рекрутирования ЛИП. Но она соответствует действительности. Действительно, за первые два года правления Путина удельный вес бывших военных во власти удвоился и составил 25%. Но оказывается, что темпы вхождения в состав гражданского управления бывших бизнесменов в 6 раз превышают темпы притока бывших военных. И несмотря на то, что сегодня удельный вес бывших бизнесменов, бывших предпринимателей во власти составляет порядка 10-11%, то есть в два раза меньше, чем бывших военных, их реальное политическое влияние существенно выше. Более того, наше исследование показало, что как раз наиболее заметной тенденцией изменения персонального состава региональных элит является массовое вхождение бизнеса во власть. Вы очень интересно рассказываете. Меня смущает то, что мы забываем все-таки о самой провинции, потому что не в целом, как формируется национальная элита, нас интересует в этой передаче. А вот чем столичные тенденции отличаются от не столичных? Вот эта тенденция работает как на федеральном уровне, так и на московском уровне и на региональном уровне. В чем отличие? У нас еще два участника активно не выступали, я предлагаю вам слово, да. И еще такой, один настоящийся стереотип в брошу. Это часто метафора, но все-таки он о чем-то говорит. Особенно приельцы любили так выражаться, что вообще зачем эта страна нужна? Есть Москва, и лучше всего ей одной существовать, это будет не только самый богатый регион, но если отрезать всю остальную Россию, вот эту самую провинцию, то это будет один из самых богатых регионов мира вообще, напрямую конкурировать с ведущими странами мира. Один из самых дорогих городов мира. Да, ну и по этому показателю тоже. Так вот, можно отрезать столицу от провинции? Что тогда будет? С провинцией, со столицей? Так оно получилось, что раньше, когда мы жили в другой стране, у нас была правящая государственная идеология. Можно, я не могу здесь не высказать свое мнение, мы все-таки жили, на мой взгляд, в той же самой стране, в Великой России. Она называлась несколько иначе, и была больше по размеру, но страна была та же. Страна была та же, и мы жили тогда, но у нас тогда была правящая государственная идеология. Решим был другой, да? Да, идеология была другая, которая цементировала наше общество, координировала, интегрировала, которая как нервная система создавала управляемость в обществе. Когда... То есть, вот в этом смысле не было противостояния между столицей и регионами, поскольку была одна идеология на всех? Нет, естественно, были противоречия в обществе. Ну, идеологических, по крайней мере. Но, идеологических не было, и была самая главная государственная правящая идеология. Мы не даем даже, не будем давать оценки, хорошая или плохая, которая координировала людей, и люди вместе со всей страной решали свои задачи, в том числе и центр, и периферия. Что сейчас получается? Упразднили правящую государственную идеологию. Думали, будет свобода, ура, оказался хаос. Общество оказалось полностью разбалансированным. И сейчас получается следующая вещь. Что в каждом субъекте региональная элита под себя стала создавать свою региональную правовую, политическую, экономическую идеологию. Флоть до сепаратизма такого числа. Уральская республика, совершенно вы правы. Помните? Ну и не только не созданная уральская республика, а некоторые реальные республики. Реально существуют. Национальные, так называемые. Естественно, что это отразилось на качестве управления. Естественно, в результате наша страна, и это мы должны признать, о том, что великолепные результаты у Михаила Константиновича по ценностям, нам нужно всегда рассматривать, какой уровень ценности мы оцениваем. Тот код ценностей, который был, ушел, нового кода ценностей для страны мы еще не создали. И получается интересная ситуация, что центр, это прежде всего Москва и Санкт-Петербург, находится во власти либеральных ценностей. А провинция во многом еще следует евразийским тенденциям. Вот это идеологическое противоречие, оно не позволяет обществу быть единым и целостным. Вот какой этот обширный разговор, Москва и провинция, столица и провинция в России, все сюда вмешивается. И собственные вопросы элиты, вопросы будущей страны в целом. Вот на ваш взгляд, это будущее, несформулированное сейчас в виде какой-то идеи идеологии, оно все-таки варится, делается там в провинции, на основе сознания людей, которые там живут, или на основе столичного сознания. Ну, мне кажется, во-первых, мы не всегда в пылу полемики отдаем себе отчет в том, что столица и провинция, это не две самостоятельные какие-то единицы, а это две стороны одной и той же медали. Да, невозможно убрать одно качество и оставить другое, это как полюса магнита. Ну, что я, например, если, как я говорил, дилемма, там, Москва без остальной России или с ней, что лучше? Вот если Москву изъять, то остальная Россия себе столицу выберет. А вот если, а в Москве тогда другую страну выбрать будет, другое провинцию ей никто не даст. Выбрать нужно будет только завоевывать, а вряд ли в Москве найдется столько желающих воевать с оружием в руках. Ну, если мы говорим о менталитете, Москва сама это такая мешанина столичного и провинциального, и в том числе и потому, что у нас, в общем, корни нарушены в силу нашей довольно тяжелой истории. И в этом смысле, когда мы смотрим человека в первом, втором, третьем поколении, мы видим, что это в любом случае сложное сочетание того и другого. И как полюса магнита, опять же. Вы можете отпилить, но у вас северный полюс не станет единым, а обязательно сформирует себе противовес, точно так же, как и то, что останется. И я бы подчеркнул, что столичность и провинциальность, она ведь еще и имеет иерархический характер, да? Мы говорим о Москве и всей остальной стране, но в каждом регионе, мы возьмем Ростовскую область, там есть своя столица и своя провинция, поедем мы в район, и там будет своя столица и провинция. И в этом смысле, мне кажется, скорее, точнее говорить о разности потенциалов. Вот эта разность потенциалов, она, в общем-то, и является двигателем. Другое дело, что, видимо, она может перейти к какой-то разумный предел, но мне кажется, что то, что мы имеем сейчас, это, безусловно, поляризация. И не думаю, что она уменьшилась за последние 10 лет, хотя и с уважением отношусь к исследованию Михаила Константиновича. Да, и меня тоже смущает несколько вот... Весь наш житейский опыт даже показывает, что она усилилась, увеличилась, но мне кажется, что без этого, собственно, не может и проистекать развитие. И последний, мне кажется, важный, интересный в связи с анализом элиты и противопоставления столицы и провинции момент связан вот с чем. До недавнего времени у нас происходило такое окукливание, что ли, регионов и региональных элит, когда фактически контроль, в том числе над руководством федеральных органов власти, но находящихся в регионе, переходил к региональным политическим элитам, и в этом отношении, скажем, главный милиционер региона, прокурор региона и так далее, они были и выходцами, и, собственно, органичными частями местных элит, а не представителями центра. Вот последние четыре года мы наблюдаем процесс очень-очень серьезный в этом отношении, когда центр гораздо сильнее представлен сейчас в регионах. То есть центр начинает сам формировать региональные элиты? Да, да. А это хорошо или плохо? Это хорошо отчасти. Это сохранение собственности государства, да. Отчасти хорошо, потому что, во-первых, вы восстанавливаете единство элитного пространства, да, вы не ограничены рамками региона, и вы можете, перемешивая людей, усиливать свой человеческий потенциал, усиливать кадровый потенциал и так далее. Второе, есть две принципиально разные задачи, и если у вас от имени центра представитель местной элиты, который вырос, 30 лет карьеру строил в регионе, и абсолютно является органичной частью этой элиты, он естественным образом не может выполнять целый ряд функций в случае конфликта интересов. А конфликт интересов здесь и неизбежен, и в известном смысле продуктивен. На протяжении последних 10 лет мы уже почти привыкли говорить о том, что главными фигурами российской политики являются три игрока. Это федеральная исполнительная власть, это региональная администрация, и это крупный бизнес. По итогам прошедшего избирательного цикла 2003-2004 года мы можем сказать, что абсолютным победителем вышла федеральная исполнительная власть, которая подчинила себе не только крупный бизнес и его партийную клиентуру, я имею в виду СПС, яблоко, которые остались за стенами парламента, но и губернаторов. У губернаторских протеже в Новой Думе стало намного меньше, и влияние губернатора в Новой Думе существенно упало. Другое дело, что федеральный центр не представляет собой некое консолидированное образование. Он сам внутри зачастую раздираем внутренними противоречиями. И парадокс заключается в том, что зачастую на региональный уровень транслируются противоречия внутри федерального центра. И более того, зачастую конкуренты на губернаторских выборах предстают как ставленники различных фракций московской элиты, как это было в 2002 году на выборах президента Калменьки, или как это было на выборах президента Башкортостана совсем недавно, в декабре 2003 года, которые, с моей точки зрения, стали образцово-показательным триумфом федеральной исполнительной власти. И так, справедливо говорят, сегодня тоже прозвучало, что федеральный центр в последние годы федеральная элита подавила, поставила под контроль региональную элиту прямым давлением путем включения своих людей туда. И, с одной стороны, это может быть и позитивный процесс, с другой стороны, может быть и негативный, как оценят. Но у меня вопрос. А это региональная элита в предшествующее время, когда она была более свободна. А нас интересы интересуют не элиты, не жизнь элит, а жизнь населения в целом, в общем-то, она интересы регионального населения отражала. Может быть, центр, помимо всего прочего, потому ее подавлял, что она, не отрабатывая общегосударственные цели на бюрократическом уровне, она еще и интересы населения не представляла, а подменяла их своими интересами, загораживаясь населением от федерального центра, обтяпывая свои дела. Вот каково это соотношение населения, региональной элиты, федеральная элита? Вот какую роль здесь эта региональная элита объективно играет? А не так, как бы хотелось, чтобы там... И как они говорят? Пожалуйста. Да, пожалуйста. Вы знаете, мне кажется, два вопроса. Качество элиты и ее роль. Что касается качества, то и на федеральном уровне... Роль должна представлять интересное население. Нет, вот к этому я и иду. Качество и на федеральном уровне, и на региональном уровне. Какую элиту мы заслуживаем, такую элиту мы и имеем. Что касается подавления региональной элиты, то мне кажется, здесь налицо очень негативное последствие, вот с чем связано. У нас региональная элита в какой-то момент создала такое квази-разделение властей по вертикали. По горизонтали разделения властей у нас нет, у нас есть единая исполнительная власть. Но было квази-разделение властей по вертикали и какая-то система сдержек и противовесов. Нам могли нравиться или не нравиться какие-то конкретные губернаторы, но в целом, как институт, они играли очень важную роль противовеса в отношении федерального центра. Сейчас эта их роль очень существенно ослабела. И мне кажется, что это имеет сейчас и будет иметь на перспективу достаточно негативные последствия. Так, пожалуйста, Виктор Ильич. На самом деле, Виктор Ильич, мы иногда в плену прямолинейных схем находимся, думая о том, что федеральная элита воздействует на региональных. Региональная, в свою очередь, воздействует на население, тем самым создается такое царство дружбы, взаимопомощи. Одни боятся одних, другие других. И все это концентрируется на помощи населения. На самом деле, по нашим данным, да и, так сказать, по элементарным опытам включенного наблюдения, результаты говорят об одном, что люди живут своей собственной жизнью. И в мегаполисах большинство людей, простые люди, и население в провинции. Несущая конструкция ценностной модели жизни, она практически одинакова у большинства населения. Во всей России. И русскоязычные регионы, и национальные тоже? Абсолютно. От 60 до 70 процентов, то, что я сказал, в иерархии, одинаковые места. Извините, это большинство населения. Оно определяет будущие страны. Человеческий потенциал этого большинства населения. Этот человеческий ресурс. Я ни в коей мере не хочу, так сказать, коллеги меня поймут, умолить роль элит. Нет, Виталий Анатольевич. Но определяются будущие страны не элитными группами, по крайней мере, сегодня. Они могут задавать тон, они могут блестящие идеи, они могут новую идеологию давать. Но проводником всего этого может являться только население. Если оно примет эту новую идеологию, новую идею, новые ценности. Переварит, перемолит в себе самом. А если не примет, то... Извините, будет отторжение, так сказать, и будет тот хаос, который мы наблюдали еще несколько лет назад. Сегодня правильно об этом говорилось. Здесь происходит... Нет, но все-таки, насколько региональная элита отражает интересы, защищает, отражает интересы населения? Меня очень интересует. Значит, что касается некой единообразной картины отношений между населением и региональной властью в целом по стране, то построить такую единообразную картину не представляется возможной в силу очень большой дифференциации. Но если вы спрашиваете об установках сознания региональных руководителей, то у меня складывается впечатление, что для многих из них характерно то, что называется подданническим модусом отношений. Иначе говоря, колеблются вместе с колебанием генеральной линии партии. Они больше подчиненные Москвы, чем начальники над своими подчиненными? Безусловно. И это население очень чувствует, и за таких губернаторов, как правило, не голосуют. На самом деле существует несколько, ну как бы это сказать, несколько форм. Одна наиболее эффективная, которая ни разу не прерывалась, но которую вот как-то ее не видно, это землячество. Это, конечно, есть не у всех регионов, но есть мощное землячество, которое лоббирует свои интересы и интересы населения своих регионов, потому что они оттуда еще сохранившиеся с советских времен, которыми руководят там секретари ЦК КПСС еще. Вот. И они очень влиятельны в Москве. И иногда не поймешь, почему этот чиновник вдруг оказался там в Министерстве экономики, хотя, но его там, но его... Это тоже Ростовская. Да, вот сейчас вот будем о Ростовской землячестве, я не знаю, буду говорить или нет. Но эта штука, чтобы получить преференции для населения регионов, получить трансферты в первую очередь, она очень сильно работает, и не всегда можно проследить связи. Да, пожалуйста. Ну, в лоббировании ничего плохого нет. Нет, это совершенно ясно. То есть мы делегируем людей, которые выражают наши интересы. Сейчас сложилась в системе управления в нашей стране, в политической жизни, достаточно интересная ситуация. Взять нашу многопартийность. Наши партии не ведут куда-то, а идут за кем-то. То же самое, если взять наши регионы и субъекты. Часто народ, население идут за кем-то. И лидеры, которых избрали в субъектах, естественно, они пытаются очень многое сделать для субъектов. Это касается таких важнейших вещей, как нормативно-правовые акты. Вот в 2000 году, вот в нашем Южно-Федеральном округе, функционировало 14 695 нормативно-правовых актов. Примерно 2500 нормативно-правовых актов не соответствовали ни Конституции Российской Федерации, ни федеральному законодательству. И вот за последнее время примерно 2000 уже исправилось, но 329 нормативно-правовых актов все равно не соответствуют Конституции и так далее. То есть региональная элита под себя создает законно-творческую базу. Возникает тот вопрос, который вы правильно поставили. Выражает ли это все? Отражает ли это... Интересно население или нет? Только это элита региональная. Да. Вот здесь мы выходим на такую принципиальную вещь. Ну, во-первых, элита это только те, кто способствует прогрессу общества или прогрессу данного субъекта. Прежде всего, такая моя позиция по поводу элиты. Так вот, в данной ситуации мы сталкиваемся с таким явлением. Очень многое зависит именно от личности руководителя. Все руководители пришли на эту высокую должность, то ли губернатор, то ли президент, за счет заслуг прошлого. Но сейчас каждому из них нужно решать иное, совершенно новое задачи, которые жизни раньше не были поставлены в экономике, в политике, в духовно-идеологической сфере, в культуре и так далее, и так далее. И вот здесь нужно создать какую-то систему формирования действительно личности элиты. Вот здесь масса проблем. Хорошо. Значит, я все-таки хочу сказать, для меня есть один очень важный показатель качества наших региональных элит, и насколько они отражают интересы населения. Это то, как много регионов, 89 регионов, субъектов федерации на стране, как много субъектов федерации, где царят не то, что авторитарные режимы, а чуть ли не прямые деспотии. Я сомневаюсь, что при этом лидеры этих деспотий отражают интересы населения, живущего на этих территориях, и в этом смысле я прямо оправдываю личный авторитаризм центра, поскольку как борются с деспотиями ниже тебя, вряд либерально-демократическими методами. Я задаю финальный вопрос. Вот в этой системе взаимоотношения столицы и провинции, столичных элит, столичного населения, региональных элит, регионального населения, населения провинции, где много противоречий. С одной стороны, должно быть взаимодействие, а с другой стороны, нельзя нарушить вот эту автономность регионов, ну и так далее. Вот чего сейчас, с вашей точки зрения, просто вот список короткий, без объяснений, не хватает? Каких элементов? Например, региональных партий, ярких региональных лидеров, региональных бизнес-групп, не тех, что в одном регионе, и не общероссийских, гигантских, а каких-то региональных бизнес-групп, региональных СМИ, может быть, объединяющих несколько геонов, или каких-то механизмов процедурных? Это финальный вопрос, короткий ответ, просто перечислить без расшифровки. И, как всегда, завершаем по кругу. Михаил Константинович. Что касается СМИ, на мой взгляд, за последние 2-3 года, это показывает наше исследование, региональные элиты значительно укрепили свои позиции, именно благодаря усилению влияния региональных СМИ. Чего не хватает, имея такой ресурс региональным элитам? Это выработанные, рациональные, очень эффективные средства и каналы взаимодействия с населением. Без умения найти формы поддержки не в период только выборах, а вот в этот интервал 4-х летия, так, о чем прежде всего региональные элиты должны задумываться, вот без поиска этих механизмов поддержки региональные элиты не выживут. И, если хотите, мой прогноз состоит в том, на будущее, что, мы сегодня очень хорошо все рассуждали о рейтингах, о уровнях влияния. Я не исключаю, что будущее региональных элитов будет состоять в том, их значительной части, что они будут просто назначенцами. И на это все сразу все успокоится. И это усилит вертикаль власти, и управляемость государства, и управляемость регионами. В том числе, в очень правильном аспекте, что вы сказали, как форма борьбы с диспатией местной. Понятно. Николай Владимирович. Мы смотрим 30 человек, у нас рейтинг влиятельности, один из них участвует в выборах, а все остальные реальные соперники приходят откуда-то извне. У нас в регионах политическая пустыня. Есть один начальник, все остальные ему жестко подчинены, кроме представителей федеральных элит, поэтому мы так много видим сейчас и генералов из разных служб и так далее. Ну и последнее, не хватает гражданского общества, но это не то, что создается по команде, это то, что нужно 300 лет выращивать, но надо это делать. Александр Викторович. Я расскажу очевидную вещь. Демократия не сводится к наличию формальных институтов и процедур. То, чего сегодня не хватает, это наполнить существующие формально зачастую демократические институты и процедуры реальным содержанием. Потому что зачастую, мне кажется, между региональной властью и населением заключен некий негативный консенсус. У населения есть право говорить все, что оно думает о региональной власти, а у региональной власти есть право игнорировать общественное мнение о себе самой. Мне кажется, этот негативный консенсус требуется сломать. Максим Анатольевич. Регион будет ответственен перед населением в первую очередь, а не перед центром во вторую. Ну, я солидарен со многими высказываниями моих коллег. Моститель когда-то сказал, лучше зажечь одну свечу, чем всю жизнь проклинать темноту. Речь идет о том, что когда мы говорим о центре, о провинции, о периферии, то разрыв очень большой и он имеет тенденцию, как мне кажется в результате сегодняшнего разговора, тенденцию к увеличению. И очень важно, чтобы центр постоянно подпитывался интеллектуально, культурно и как угодно обязательно провинцией. Ну что ж, мы сегодня завершаем. Для такой страны, как Россия, взаимоотношения с столицей и провинцией при гигантских расстояниях, при разнообразии провинции, ну и так далее, это крайне важные проблемы. Кстати, одна из тех проблем, на которые часто делались и революции, и перевороты, и когда нащупывали нужное решение этой проблемы, то резко улучшалась жизнь в стране вообще, наблюдался реальный прогресс. В связи с майскими праздниками, в следующий раз мы встретимся 16 мая, воскресенье. До свидания, всего хорошего, до новых встреч. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok